А сегодня у нас женские форумы Вообще я украл идею с канала Векши А если точнее то именно обозревать Женские форумы и кринж которые на них творится Но поскольку Векши обозревается Скажем так Высеры в сторону аниме, танков и прочего В том числе и гейминга С этих форумов Я пойду немного в ином направлении Посмотрю что же думают о программистах На этом самом форуме А ссылка на автора, то бишь Векши Будет в описании Так вот, начнем с самого банального Мол, вот ведь героев нашли Да ничего необычного в них нет Только вот ты пишешь это сообщение с телефона Над прошивкой которого работала одна группа программистов Пишешь в интернет, над которым работала Другая группа программистов Пишешь это на форум, над которым работал Еще, по крайней мере, один программист А то и третья группа айтишников Помимо этого Сети интернет, твоего форума и телефона Они создали программное обеспечение для медицинских приборов Которые помогают врачам спасать чужие жизни Да и не только Поэтому да, как минимум некоторые программисты И впрямь герои Зато я прям жопой чую, что если им рассказать о том Что первым программистом была женщина Женщина! Женщина! Эти самые личности, они ничего плохого говорить не будут Похвалят, назвав нынешних айтишников говном Мол, они испоганили данную профессию Я, конечно, не химическое вещество Но следующий представитель местной гигройной фауны Заставил меня выпасть в осадок Где-то сейчас Билл Гейс слезами от смеха заливается А как же создатель ВК Отвич Над ним изначально работала всего лишь команда разработчиков Которая 100% правит в нынешнее время всей компанией Народ, контента тут не так много Ведь одна женщина пыталась на примере своего мужа Рассказать, что айтишники нормальные ребята По итогу многие тупо стали засирать Мол, она там уже с Елизаветой Второй чьи гоняла И на Луну летала И Гагарину дала Ну понятно, послужной список там большой Поэтому контента в данном видео не так уж и много Как могло бы быть Продолжаем Далее ничего особенного Местные буцефалы увидели на просторах сети интернет Фотографии стереотипного задрота И начали всех айтишников считать такими Давайте тогда феминисток всех И без исключений Называть внебреющимися пуджами А что, с нынешним бодипозитивом вполне актуально Мне даже посчастливилось увидеть комментарии От самих программистов Вполне вменяемых и мыслящих Офигеть А вот с этим готов поспорить Это именно что плюс То есть человек изучил несколько языков Можно сказать иностранных Да это все равно изучение другого языка Он умеет их применять И он может на этом заработать У него есть определенный навык Которого нет у большинства Повторюсь, у большинства нет этого навыка Почему это не плюс, не минус Это именно что плюс Ну и последнее из того, что мне хотелось бы сегодня разобрать Предстало перед вашими глазами Этот пост достаточно объемен Поэтому расскажу вкратце Всех программистов считают дегенератами, жматами И что они не смогут изменить своей половине Лишь из-за того, что они никому не нужны И с ними никто не возляжет Мы снова видим стереотипное мышление И жалобы на то, что с ними скучно Ведь программисты все продумывают наперед Блин, зато с рандомным алкашом Валерой интересно жить Не имея работы Но имея двух незапланированных детей И многомиллионные долги Срочку про желание отложить деньги Для достойной пенсии 80 лет Я вообще не понял Сейчас в России пенсии далеко не самые высокие Признаемся в этом для начала сами себе А достойную старость обеспечить хочется Так в чем проблема В том, что он хочет иметь В отличие от некоторых Нормальную сумму денег Для существования в преклонном возрасте Ну что ж Я заканчиваю весь этот клиш парад Спасибо вам за просмотр Ставьте лайки И подписывайтесь на канал До новых встреч